И снова добрый вечер, мои дорогие! С вами, впрочем, как и всегда, Алкобарт. И мы, конечно же, будем что-то пить. А заодно об этом и поговорим. И сегодня водочка, ребятушки, водочка! Поэтому берем бокальчик под это дело и берем водочку. Мне она понравилась вообще еще на полке. Вот так вот. Верба написана. Все хорошо, все красиво прям. Но с этой водкой произошла некоторая история. Короче, я набираю в основном трешаки. Фирменный кристалловский магазин в несвежем. Так, мне вон ту какую-то фигню давайте, вот это давайте, вон то и вербу. Ну, она мне все это складывает. И я понимаю, что что-то здесь не так. Я пересматриваю бутылки, мне вместо вербы дают, собственно, вермут. Ну, в принципе, по заказу было понятно, что я набирал именно трешаки, такие на потом когда-нибудь снять. Ну, и тетя поняла, что у меня на другое как бы и не стоит. Я говорю, ну, блин, не то дала. А уже чек пробит, я уже расплатился. Это же я потом складываю все. И она чек от меня, я говорю, ладно, давай свой вермут уже, хрен с ним. И вербу мне с полочки тоже дай. И мной было решено, он уже был на канале такой, вермут кристалл вишневый. Ой. Под него я сниму следующее видео, следующее, которое будет называться, что будет, если бросить пить. Я решил, что он не должен же просто так оставаться. Поэтому мы его сейчас откладываем до следующей видяшки. А когда она выйдет, следующий, или как минимум через одну, мы пока не знаем. Точнее, я еще не решил. И мы имеем водку-вербу. Белалка. Белалка. У меня тут недавно было кучу от Белалка, и в принципе зашла. Но внешний вид мне понравился. Внешний вид, ну прям внешний вид. Вы знаете, такое водочка-водочка. Хочется взять в руки хотя бы. В принципе, поэтому и взял. Уже сейчас перед записью увидел Moonstone Filtration. Фильтрация через лунный камень. Ну, это не камень с Луны, если вы подумали. Но, в общем-то, лунный камень, я не помню, он полудрагоценный или драгоценный, но он довольно так используется. И была ли здесь такая фильтрация или нет, мы, конечно, не в курсе. Но раз написали, скорее всего, была. Поэтому будем потихонечку как-то пытаться из-под акциза достать кусочек, хвостик этого, блин, язычка. Есть! Наконец-то! Все, теперь можно состав читать. Состав. Черным, по-прозрачному, хорошо, но мелко. Вода питьевая подготовленная. Спирт. Люкс. Все. Частячок. Частячок, господа. Страшненько. Страшненько. Потому что белорусские частички крайне редко выходят достойными продуктами. Бывают, да. Но, как бы, крайне редко. Это мы выбрасываем. А это мы все-таки как-то вот волшебный пук издадим. Все. Ути, боже мой. Ну, могло бы и получше позвучать. Ну, да ладно. И накапываем. И накапаем. Почему у меня такое отношение к чистым водкам? Потому что чистую водку хорошо сделать сложно. Ее легко сделать плохой. Но, хорошей сделать сложно. Ожидаю. А давайте так. Ожидание потом реальность. Ожидание. Жесткач. Ожидание. Жесткач. Скорее всего. Хотя такой. Теоретически, зная белорусские. Белалка. Жесткач будет не смертельный. Но требующий закуски. Наверное, вот так. Ну, водка, водка. Ну, такое. Я не ошибся. Жесткач. Жесткач в смысле реально это надо закусывать. Вот даже с первого уже было понятно. И, в принципе, по запаху было понятно, что это такой себе вариант для распития без закуски, без ничего. Но я пока прощаю все за внешний вид. Вот внешний вид мне откровенно нравится. Хотя я, честно говоря, когда ее еще на полке увидел, я надеялся, что у него вот эти будут пушистенькие. Пушистенькие такие. Они ни хрена не пушистенькие. Но чуть-чуть, да. Чуть-чуть ребристая. То есть, это плюсик. И бутылка чуть-чуть синеватая. Бутылка чуть-чуть с синеватым отливом. То есть, заморочились. Что, кстати, для меня откровенно странно. Потому что ценник у нее был вполне себе нормальный. То есть, ну, если на рубль дороже любой другой водки, то не так и страшно. То есть, это не элитный был ценник. Это был ценник вполне себе такой, ну, да, дороже, но не так сильно ощутимо. То есть, даже за внешний вид можно было брать абсолютно спокойно. В этом, опять же, плюсик. В содержимом пока минусик. Да, пока минусик. Кстати, сейчас выпью и расскажу, что я решил-то снять видяшку на тему, что будет, если бросить пить. Выхожу я, значит, из магазина с вот этим, с вермутым и еще с несколькими бутылками, которые пока не показываю. Пакую все это в машину. Идет мужик и говорит, о, алкобарт, привет! Все, ну, привет. Вот, все классно, слежу за каналом-то. Ну, молодец, хорошо. Дай 2 рубля. Не хватает, а то вот надо зайти в магазин, взять, надо. Трубы горят, короче, надо. А я же человек злой, я же не дал. Вообще, это у меня второй такой случай. Было полгода назад и вот сейчас. То есть, ну, как второй случай? Не когда денег просили, а когда у алкобарта, а потом просили денег. Ну, нельзя у меня в 11-12 утра, блин, просить денег на похмел. Если вы хоть как-то следите за каналом, понимаете? Я этого, в принципе, не одобряю. И как бы после этого у меня как раз и родилась мысль. То есть, я ехал и думал, а что я буду под это дело снимать? Подвергнуть. Ну, понятно, что это будет болтовняшка. Понятно. Но вот что-то решило, что будет, если бросить пить. Причем сразу таким анонсиком это не будет вариант зачитанного с экрана, как вот эти вот все, что перепащивают жесточайшие все наркологические клиники эти доморощенные. Типа, что у вас будет на первый день, что на второй, через сколько вы придете в норму. Нет. Там будет более подробно, немножко разжеванным. Но, опять же, это анонсик, поэтому анонсик. За этой, кстати, и выпьем. Ну, вообще, к плюсам еще отнесу. Запах узнаваемо водочный, такой чисто водочный, но не резкий. Очень часто частички, то есть вода, спирт, они реально резче. Вот это по запаху и по ощущениям, как с моей точки зрения, это уровень абсолюта. Конечно, кто-нибудь сейчас офигеет от этих заявлений, но я далеко не считаю абсолютно хорошей водкой. Но водка водкой, не более того. Это безвкусно. Вот так вам скажу. Это безвкусно. То есть водка должна как-то запоминаться. Это не запомнится. Абсолютно незапоминаемая водка. Вот здесь то же самое. Это незапоминаемая водка. То есть она не оставит никаких о себе ощущений. Это дополнение к еде. То есть вот это именно закусочный вариант. Такой вот. Она будет красиво стоять на столе. Давайте сейчас уже определяющую накапаю. Какой звук. Вот все, все хорошо. Внешний вид прекрасно. Мне нравится. Оно достаточно минималистично. Оно даже читабельно. Контер-этикетка. За что, Белалка, спасибо. Здесь дата розлива, номер партии, номер там что-то еще. Все, все есть. То есть вообще с претензиями на понтовость. То есть не просто вы взяли водка-водка, а прям водка-водка, прям водка-водка, да. Вербочка тоже вот распускается. Она же тоже собой что-то символизирует, наверное, по задумке-то на заводе. То есть какую-нибудь весеннюю свежесть, там что-нибудь такое. Ну, надо будет залезть на сайт, кстати, почитать. Явно что-то сказано. То есть, ну, все хорошо. Внешне вообще все хорошо. То есть здесь не доколупаться. Единственное, конечно, дно бы потолще. Ну, даже дно слегка толстоватое, вы знаете. То есть заморачивались, так заморачивались. И правильно делали. Запах никакой. Никакой. Водка-водка. Вот водка-водка. Ладно. К чести Белалка, она не сжет так во рту. Как многие частички. Да, конечно, спиртовое жжение присутствует, от него никуда не денешься. Было бы странно, если бы его не было. Но она не так, чтобы сжет. То есть в этом все хорошо. Они меня не перестают удивлять. Что меня там в последний раз удивило их. Брест-Литовск. Солодовый. Спиртной напиток крепкий. Это было промежуточное. Извините, надо было покатать во рту. Но чисто интересы ради. Кошка, перестань ты ловить мух. Да, понятно, что в доме тепло. Но как бы скоро... Новый год уже скоро, блин. Не так долго осталось-то. Хотя, мы вчера решили, что Новый год это фигня. Новый год наступает на католическое Рождество. Когда день начинает удлиняться. Вот с этого момента пошел Новый год. Значит, скоро весна. Это самое определяющее. Давайте так. Озвучу мнение свое. И мнение вообще всех. Мне не нравится. Всем понравится. Вот так. Потому что я все-таки это все пью без закуски. А когда вы хотите вот под что-нибудь, там у вас тут стол ломится от всего, и водочки бы сейчас хряснуть, это просто один из идеальнейших вариантов, особенно учитывая ценник. Это недорого и вкусно, знаете. Вот что-то такого плана. Так вот, насчет вкусно нет. Но очень часто встречаю мнение, что водка, она нужна для того, чтобы выгодно оттенять в лучшую сторону вкус закуски. Это улучшайзер вкуса такой. Вот в данном случае она сработает просто на 100%. Но буду ли я еще раз брать? Нет. Нет, это не мой вариант. Мне хочется чего-то все-таки, вот как я в последнее время говорю, водки с придурью там какой-нибудь. Вот что-то такого. То есть это чистый вариант. Да, это уровень того же Абсолюта. Я абсолютно серьезно говорю. Потому что Абсолют это водка так себе. Да, распиарено, да, раскручено, да, мяу пришло. Зачем тебе мяу пришло? А нету жрать, видишь? Такая вот работа у меня тяжелая. Пить и не жрать. Да. На, понюхай, чем я тут питаюсь. Так, не падать. Лети. Не долетела? А вот не надо было кошки понюхать-то давать. Ладно, накапаем заключительную. А то она что-то на меня смотрит сейчас недобро. Как будто это я все подстроил. Эй, вот кошки пошли. Спокойно взлететь не могут. Ладно. Короче, общая идея. Оно меня порадовало. Оно меня порадовало. Хотя бы тем, что я ожидал от Белалка худшего. Я очень много пил хреновых напитков от Белалка. Поэтому, честно, я ожидал худшего. И здесь и внешний вид, и содержимое, в принципе, вполне себе неплохи. Очень посмешила надпись вот этот Moonstone Filtration. Насчет лунного камня. Ну, хрен его знает. Может, они там пару вот таких вот этих камешков закупили, кинули, да и все. Что вполне вероятно. В остальном, оттенить закуску, да. Это продукт. Пить в чистом виде, нет. Наверное, вот так. Наверное, вот так. И на этой радостной ноте, собственно, за вас, дорогие мои. За ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что вы ждете следующих видео, выходящих, спугающих, иногда не очень периодичностью. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. Кстати, еще раз упомяну. Слегка голубоватое стекло. Блин, это смотрится прикольно. Вот она на полке смотрелась так, что я ее захотел взять. Вот она просто смотрелась так на полке. И за это, тем, кто ее набилалка, скажем так, проектировал, это реально отдельный респект. А вот теперь уже поехали и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok